Уважаемые друзья, я представляю вам следующего гостя. Это кандидат депутата Народного хурала по Калмыцкому одномандатному округу номер 8 Аис Басангевич Никитин. Аис Никитин родился в 1976 году в селе Троицкое Целинного района. В 1993 году окончил Троицкую среднюю школу номер 1. В 1994 году ушел служить армией в воздушно-десантные войска, принимал участие в боевых действиях 1-й чеченской кампании. В 1996 году поступил к Калмыцкому государственному университету на юридический факультет, который окончил в 2001 году. С 2004 по 2010 годы работал в Целинном районном суде в качестве консультанта и помощника судьи. С 2011 года занимается крестьянско-фермерским хозяйством и розничной торговлей. С 2020 года Аис Басангович является депутатом Целинного районного муниципального образования от партии «Единая Россия». Итак, дорогие друзья, у нас следующее интервью в рамках проекта, посвященном выборам Народных Уралов. И у меня в гостях сегодня Аис Басангвич Никитин. Добрый день, уважаемые земляки. Приветствую, сынок. Спасибо за приглашение. Приветствую. Смотришь передачи мои? Пару роликов. Как тебе проект? Очень позитивный. Я рад, что появился у тебя. Я тоже очень рад. Ты идешь к кандидатам депутаты по калмыцкому одномандатному округу номер 8. И первый вопрос, разъяснение. Я бы хотел, чтобы ты разъяснил, какие территории входит твой округ. Мой округ входит полностью село Троицкое, Харбулук, элеватор. Поселок Солын, элеватор и северо-западная часть города. Ну да, довольно-таки большая нагрузка. Хочешь быть депутатом? Безусловно. Безусловно. Я знаю то, что ваша партия провела такую огромную работу. Была социология, потом был праймерис. И вы, где выявили кандидатов, ты из тех людей, кто в рамках социологии оказался одним из лучших. И я бы хотел, ты хорошо пошел праймерис. Как ты прокомментируешь это? Это тоже успех? Совершенно верно. Думаю, да. Я рад, что избалеки отвыкнулись, участвовали, они активно участвовали. И поддержали меня. Это потому, что люди тебя знают. Думаю, даже больше доверяют, наверное, да? Знают и доверяют. Знают и доверяют. Доверяют это лучше. Почему и партия «Единая Россия»? Извини, я вынужден задать такой вопрос, потому что ты идешь в эту партию. А тебя, наверное. Не поступало предложений. Ну, на самом деле, в 2020 году я баллотировался по списку в районное собрание депутатов. Мы победили. Я шел первый по списку. Люди тоже меня поддержали и доверили. Оказали доверие. Не только мне, но и партии, конечно же. Ну, и, конечно, я вижу, что партия «Дело», она действительно близка, может быть, даже мне, да? Потому что я тоже занимаюсь бизнесом, делом каким-то, да? Не каким-то, а именно конкретными делами занимаюсь, да? И вижу их динамику, вижу динамику партии, что меняется, что делается. Все вижу, все освежено. То есть развивается положительно? Развивается очень положительно. Развивается ключи. Я на примере своего района, я вижу это все. Что бы ты о себе рассказал, пользуясь нашей площадкой? Для этого ты и пришел, я думаю, да? Для этого я придумаю этот проект. Вот, я понимаю, нескромно. Я этот вопрос всем задаю. Монах один год в основном, ну, как-то зажимается. Я думаю, что здесь можно говорить о себе, даже нужно говорить о себе, поскольку ты уже зарегистрированный кандидат. Да, я видел твой проект. Задаешь ты этого вопроса? Что, уважаемые из мельких, меня зовут Айс Никитин. Представим национал. Мы давно знаем друг друга. 47 лет назад я родился в селе Труицком. Вырос в этом селе. У меня трое детей. Прекрасных детей. Занимаюсь сельским хозяйством на территории Целиного района. И так же занимаюсь ручной торговлей. Недостаточно для вас, могу, сейчас более расширено. Не скромно. Не скромно. Занимаюсь общественным депутатом. Я являюсь депутатом Целиного районного муниципального образования. Занимаюсь бизнесом. Совместно с супругой. Это семейный бизнес наш. После армии службы в рядах Российской армии. Российской армии, да, я поступил в Камыцкий государственный университет. На год тебя старше учился, да. Окончил ее в 2001 году. Работал по специальности в Целином районе в суде. Где-то в районе 2009 года. То есть 2008-2009 года. Начал заниматься сельским хозяйством. И развивать сельскохозяйство. Так, у нас в 2016 году была у нас... Ну, все помнят, наверное, этот период. Многие, кто столкнулся. Но и кто не столкнулся с этим периодом, знают, что у нас была такая пандемия. Тут же ящера, сельхозживотных. Меня она лично очень коснулась. Мое все поголовье было утилизировано. И тяжело переживали этот период с супругой. Но выдержали все. Супруга, когда все это произошло, все утилизировали. И мы сидим на точке вдвоем с ней. Вот реально было так. Рабочий-то у меня помощник мой. Сидит и друг друга смотрит. Ну, ты представляешь, да? Вся работа, да? Я работал в тот момент. В сельном районе, в Кумизо. Я помню эту эпидемию ящера. Мы даже ездили по животновочной стоянке. У тебя тоже мы были. Я помню этих животных. Я помню, как их стреляли, сжигали, утилизировали. Я помню тебя, твое настроение. Ну, это действительно сложно. И очень больно было смотреть. Космолос, конечно, не только меня, да? И соседей моих. А там у нас в основном родня там стоит. По материнской линии. Как ты вышел с этого положения? Какие-то уроки из львов? Вы знаешь, это действительно. Правильный вопрос. Мы с ней сидим. Я же говорю, надо выйти с тобой из этой ситуации так. А вот даже о поговорке. Не было бы счастья, да несчастье помогло. И действительно, мы немножко направление изменили. С животноводством мы перешли на розничную торговлю. Построили магазин. У отца был небольшой участок, прямо на федеральной трассе. Мы докупили часть земельного участка. Построили магазин. Начали заниматься. Вот с 16-го года. Сейчас нам скоро будет. Шесть лет нам до нашего бизнеса. И потихонечку начали развиваться. Я думаю, что нашли мы с семьей. Сесь в хозяйстве. Сесь в хозяйстве. Совершенно верно. Не бросая его. Не бросая его. С чего начинал, не могу бросить. Знаешь. Она дала прям толчок. Юрист, фермер и предприниматель занимаетесь. А юридическое образование, оно, кстати, очень помогает. Ну и тебе, думаю, да? Ну да, конечно, очень помогает, да. Опять скромнейший. Я вчера видел, я зашел, специально готовился к интервью. И зашел на свою страницу. Увидел, что ты являешься, оказывается, десантником. Вы, оказывается, еще сын, ты являешься десантником. Ты являешься еще ветераном боевых действий. Расскажи про это. Ну, в 94-м году, после окончания школы, я работал год в газовой службе, слесарем. И по достижении призванного возраста я был призван в ряды российской армии. Служил в 56-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригаде. Служил и проходил, да, ветеран боевых действий. И вот тогда же она получила, ветеран боевых действий у нас были, корочки там выдавали, да. Это мы участвовали... Как мягче сказать. Да, это Чечня, да, как мягче сказать. По восстановлению конституционного строя по территории Чеченской республики. Официально, да. В первую именно Чеченскую компанию, да. Первую Чеченскую компанию. На 94-й год, 96-й год. Вот в 95-м году, в 95-м году, в декабре месяце я получил ранение. Очень тяжело так. Прошла семья, конечно, вся переживала. Все родня там. Все переживали, кто знает, близкие мои. Господи, полгода. Полгода? Полгода в госпитале. Серьезное ранение? Серьезное ранение было. Ну, и... Да, серьезное, нестрельное ранение, да, конечно, как оно может быть не серьезное. Пулевое, да. И лежал, я прям, знаешь, благодарен. Какие профессионалы, врачи, именно военно-полевые врачи. Ты знаешь, у меня прям... Я помню, момент, когда лежал Хан Калею, мне привезли. Такая ширма, да. И общий наркоз не делали. Не знаю, почему-то мне не делали общий наркоз, да. И я вот ширма передо мной, да, и я слышу, что между собой не... О чем они обсуждают, они обсуждают. И ведется, я проезжаю, да, я понимаю, что происходит. Да, я вот, я тебе говорю, реально, вот так ты лежишь, да, и вот так вот такая шина белая, ну, даже не шина, белая простынь. Тебя просто исключили, чтобы ты не видел этого всего происходящее, да. И обсуждение идет, и я слышу, о чем врачи говорят, понимаешь. И я прям, у меня слезы, я прям, это-то, а там такая велась... Очень, очень хотели там... Да, и хотели там, вплоть до удаления ноги. Они прям озвучивают, а ты слышишь, и я прям, так, ну, не знаю, может, и растрогался, так я... Ну, конечно, растрогался, как растрогался, и я прям, да, и я прям говорю, а здесь еще два медбрата держат тебя, ну, даже два или четыре, да, четыре даже медбрата держат, потому что ты же все равно, ты ощущаешь, это же местный наркоз, он как обезболивает. Обезболивает мы, и прям, какого они приняли решение, прям, знаешь, этот отпечаток на всю жизнь остался у меня, знаешь, я и лежал, и в ростовском госпитале, лежал, и в Новочеркасском госпитале, потом у Ачирова лежал, там был... То есть, благодаря ним ты остался жив, здоров? Действительно, да, вот с ногой, наверное, остался, да, жив, здоров, ну, последствия-то есть, конечно, но еще работаем, живем, продолжаем трудиться. Спасибо, Айс, я, как Айс сказал, мы учились вместе в Волочеркасском государственном университете на факультете, на юридическом факультете, правда, Айс учился старше, мы... Мы росли вместе, считаю, что в одно время ходили по одним улицам, трудовались по одним дискотекам, на другом, знаем хорошо, и я знаю, Айс такой, он очень энергичный был всегда человек, и вот... Ты решил идти в депутаты? Ты сейчас депутат в районном муниципальном образовании. В связи с чем принято такое решение? Зачем идти в депутаты? Почему Айс Никитин хочет идти в депутаты? Для чего вам? Это, знаешь, случайность не случаешься, да? В 2020 году поступили предложение, да, поддержал, и я предложение. Сейчас народный хор, а? Народный хор, конечно, повышается степень ответственности, конечно, очень. Осознаю все, персонал. Хочешь? Хочу. Думаю, что справлюсь, если окажешь доверие, я думаю, что справлюсь, поставлю задачу, и будем осуществлять работу, как и работаем. Немножко поговорим о ситуации в Селитрове. Я тоже там жил, и я туда езжу, недавно там был, вот честно, некрасиво, мусор. Мусор возле баков, самайки, коровы. Я проезжаю, вот в магазин пошел, и женщины знакомы с Атаналом. Ты идешь, депутаты, пожалуйста, разберись с нашим мусором, ведь ты уже надоело. С лета, как мы висим, все в грязи так и есть. Знакомы с этой проблемой? Конечно, знакомы. Участвуют в проблемах. Поподробнее, да, поговорим. Обязательно. Они будут смотреть. И смотри, вот этот проблем, который ты озвучил, да, это даже, можно сказать, не проблема, это коллапс такой, знаешь, мусорный, действительно. В Селе Троицком. В Селе Троицком. В Селе Троицком. Я думаю, ну, не только в Селе Троицком. Думаю, здесь тоже проблемы, я не меньше в городе же. У нас я оператор один уже. Ну, да. Ну, это явно видно. Это явно видно, да. Я вот буквально сегодня проезжал, и вот остановка у нас, конечно, у маршрута, да, три контейнера стоят, все. Муниципалит это благородил их, все стоит. Ну, мусор, да, как говоришь, некрасиво, да. Собаки, полные мусора, рядом мусор, да. Это говорит о чем? О том, что не справляется, да, не работает, да. Много, очень много основных проблем. У нас есть такой, знаешь, живой канал, да, или как группа в селе, проблема села Троицкого. Вайбери, да, 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 да. Я тоже с ней сижу, да. Три с лишним условиями. Три с лишним. Ну, и реагируешь, мы же, народ же. Люди, люди говорят, они отвечают, люди говорят, да. И люди озвучат, ты же видишь, как часто, какие проблемы, они одни и те же, да. Вот мусор, это вообще просто коллапс, люди пишут, и они до последнего пишут, и сегодня пишут, и вчера писали. Что делаете? К нам приезжал руководитель, где-то недели две, может быть, две с половиной недели. Именно по этому вопросу. Без операторов? Конечно. Без операторов, да. Без операторов, да. Без операторов, да. Ну, не знаю, какой-то был у него ответ, он встречался с главой. Ну, это я из сайтов, да, увидел, что и что там озвучено, если не исказили информацию, да, что у него были перебои с водителями или еще что-то, какой-то такой неубедительный ответ. И вообще, мне кажется, это не ответ, знаешь, такой. И мы обсуждаем этот вопрос, да, да, и с людьми, и говорим, давайте скорая к нам не приедет, у него бензина нет, да. Давайте пожарный к нам на пожар не приедет, потому что у него там скат пробитый, да, или что-то воздуха нету в системе. Ну, надо ответственнее подходить. И, наверное, мы, наверное, думаю, я на следующей неделе, на днях, мы все-таки еще раз встретимся с ним, обсудим эту проблему. И, пользуясь случаем, конечно, принялись, чтобы, как обращение мое к нему, к руководству, к оператору, чтобы он, наверное, был ответственным. Серьезнее, да, конечно, к проблеме. Это просто коллапс, ну, просто проехаться. Он пускай сам проедется и посмотрит, как бы. Ничего не надо там выдумывать, не надо там показывать какой-то участок, да, проблемный. Просто он проедется по селу Тройскому, он все прекрасно увидит и, наверное, поймет жителей. Я помню, когда там жил, там же своя свалка есть, а они через свой комкомн господин был в воде. Не, ну, свалка уже закрыта и, знаете, наступают последствия, да, вот мы. Да, наступают последствия, да. Люди вынесли мусор, да, не приехали, да. Собаки разносят, там же бытовые отходы. Собаки разносят, коровы разносят, да, рвут, там, картошку, там, еще что-то шелуху, там, доедает, все рвется, да. А что делать собственнику жилья? Ты бы что сделал бы? Я бы сам вывез. Совершенно верно, да. Потом мы ругаем человека и говорим, а вот он такой-сякой, там, вплоть доходило, там, фото снимут, там, правильно, неправильно, я не могу оценку давать действием. Сам вывез на свалку, которая не работает. Ну да, ему, а куда, куда, ему деваться, куда? Да, его же дома, его обратно не занесешь же, правильно. Отсюда последствия, в этом контейнере вот сегодня, да, который я, вот обратил, это не единственное, это я просто еду и вот вижу, да, это не так, запланированная была поездка к этому контейнеру, это я просто проезжал. Я ехал за мамой в поликлинику, вот проезжаю и вот дальше идем, мы дальше идем, да, тараканы, они же могут завести, они же сырые все, да, животные всевозможные, да. Последствия. 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 Ребенок потом погладил котенка, да, заболел каким-то, понимаешь, здесь одним за другим может связано, может как единый организм, понимаешь, где-то захромало, да, у тебя, грубо говоря, в организме, да, зуб заболел у тебя и у тебя голова болит, да. Какие еще проблемы обозначены? Проблемы у нас много, да, они одни и те же, как бы, я думаю, что они одни и те же, как у всех, дороги, свет, да, свет вообще тоже очень хромает, ну, отдать должное, конечно, нашим ребятам, стараются, обратная связь есть с РСом нашим, молодцы, ну, все-таки поднажать надо, но стараются они. Динамика идет положено, есть за что похвалить, да, все проблемы, собаки, знаешь, коровы бесхозные, которые ходят, хорошо, еще отбойники сейчас поставили, нам дают в таком году, там, года три-четыре назад, да, чтобы по дороге не ходят, много проблем, но они одни, они одни, все, по сути, люди вот сейчас, да, что хотят, человек что хочет, он хочет качество жизни. Жить комфортно. Жить комфортно, чтобы не вода была, да, постоянно, да, хорошая вода, да, свет, газ, вода, тепло, да, чтобы собаки не берут, чтобы мусор у нее не валялся, да, чтобы дороги были. Заниматься обеспечивают, будем там комфортно и проживать. Ну, это переучаянная задача наша, знаешь, она только состоит. Знаешь, село Трульцкий, да, ну, расширяется, постоянно расширяется, на них в сторону города, раздают участие. Как ты, да, видишь динамику вообще развития села? Село, оно очень расширяется. Управить власть муниципалитет создавательную структуру? Я думаю, справляется, ну, думаю, знаешь, даже не так, этот, думаю, есть над чем работать, наверное. Да, есть над чем. Есть над чем работать, да. Вот сейчас я буквально недавно встречался с представителями о расширении села, да, вот, ну, существую, границы села, да, границы села, да, и мы там застраиваем, застраиваем, да, и идет программа, да, газификация, да, партия Генн России, вот как раз. И встречался, я сам про нее, если честно, не касался ее и как бы не придавал значения. А вот послушал, ну, очень интересно, да, если на тебе не только ко двору, да, и сто тысяч тебе, и это еще, она бессрочная программа, бессрочный. Неограниченный срок. Неограниченный срок, да. Это отдельная, конечно, категория граждан, да, могут участвовать, претендовать на это. Но сто тысяч, до сто тысяч, до сто тысяч тебе выделяет государство, размещает твою затрату. На один двор. На газификацию можно найти деньги. Совершенно верно. Вплоть до газификации, допустим, условно говоря, тебе там какая-то техническая документация стоит определенную сумму, да, ты деньги на руки не получаешь, она все идет сразу в Газпром, ну, допустим, Газпром тебе посчитал техническую документацию, да, потом материал посчитал, да, не только довести, допустим, до точки, допустим, труба, тебя спустили, шнурнг, вот, да, но если у тебя, ты уложился в эту сумму, можно приобрести котел, можно приобрести газовую плиту, оборудование, да, колонку приобрести, я говорю, это прям, и стараюсь донести его, представить, что же людям, чтобы пользоваться. То есть это к тому, что ЕНСЕ работает в этом направлении? Нет, ну, я о качестве хотел сказать, что мы улучшаем, что газификацию у нас же было, вот, взять, я не помню, год-два, у нас были дома не газифицированы в селе, люди отапливали электричеством, электричеством, мы знаем, сколько сейчас стоят такие цены, сейчас дошел газ до них, 137 семей воспользованы, да. Не, я почему спрашиваю, потому что я знаю, я жил там, не в этом году, а... Всего прям расширяется, и туда едут, 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 там уже там, и все, особенно в северных районах, там, и Дед Петр, и Царинцы, и Кричи Нервницы, там все уже, все поселками строят свои улицы. И нам интересно, потому что там новые люди, все друг друга знают, из центра села Сроевского встречаются с кем-нибудь, ну, нифига, ты здесь живешь, давай, и вот так вот, какое-то общение идет, ну, и, соответственно, сбирать увеличивается. И локация, видишь, почему люди едут, локация, вот, допустим, доехать с Троевского до города, она, в принципе, знаешь, не длиннее маршрута по времени, допустим, если поедешь с восьмого до центра, куда-то, ну, можешь чуть дальше, там. Ну, нет, это светофор будет быстро. Совершенно, да, едешь спокойно, комфортно, дорога сделана, свет горит. На твоем округе, город Елиста, Ханбулук, Салым и Девато. Как проходят встречи? Разные ли там, на остроении, здесь все одно и то же? Нет, я слушаю людей. Разные и то же. В принципе, я же говорю, проблемы, практически они одни и те же, знаешь, озвучиваются все, я еще раз повторюсь, да, все хотят качества жизни, понимаешь, все хотят комфортных условий, все хотят жить комфортно. Сейчас, ну, извините меня, сейчас век технологий, да, условно, все хотят интернет, да, ладно, если интернет, мы можем выбрать провайдера, да, в отличие, вернемся к мусору от оператора, да, регионального, мы, у нас нет права выбора, ну, и во многом наш что-то ограничивает, ну, чтобы все справлялись со своими обязанностями. Да, чтобы система работала. Да, с системой все правильно. А если, давай немножко поговорим о твоих конкурентах. Я вот сейчас специально распечатывал список. Вот восьмой округ. Первый, Джунгарубин Георгий Анатольевич, 87-го года рождения. Партия свою делали силы за правду. Кабаков Виттер Александрович, 56-го года, это КПРФ. Кстати, мы недавно с ним записали, скоро видео выйдет. Наймин Иванович Иванович, 1998-го года, партия «Новые люди», Сушко Мария Алексеевна, 87-го года, Калмыцкое оригинальное отделение ЛДПР Цурюнова, Саган Иванович, 73-го года, ОРПСС. Знакомы эти люди? Некоторых знаем, да, знакомы с некоторыми. Как охарактеризуешь? Если партия представителей, которых не является, выбрала их и выдвинула в качестве кандидатов, значит, достойны. Ну, значит, свои партии их оценили? Да, оценили, да. Согласен. Так что, ну, думаю, что достойные соперники, да, но, думаю, народ, что выбор-то, в принципе, за народом, в конечном итоге. Так что 8-го, 9-го, 10-го, все будет понятно. Как будет, так будет, да? Совершенно верно, да. Все в руках народа. Вот это очень грамотно. Ась, ну, подходим к заключению. Я всегда стараюсь в заключении, чтобы дать несколько минут своим гостям, чтобы обратились к избирателям, что-то пожелали, сказали. Если есть, конечно, желание. Скромно ли ты здесь сидишь? Ну, акцент, так-то, я сделаю такой акцент, если есть желание. Ну, дорогие земляки, всем мира добра вашим семьям, чтобы беды проходили стороной вашей семьи, дома, чтобы дети вас радовали, чтобы вы радовались успехом своих детей, своих потомков. Не болейте, берегите себя. Всех ждем. 8-го, 9-го, 10-го. Да, приходите все на выборы. Чем больше мы будем ходить на выборы, тем выборы будут более прозрачными, чрезвычайными, наверное, настоящими. Спасибо, Ась. Спасибо, что пришел. Очень рад тебя увидеть. Взаимно. Спасибо за приглашение.